Родимый и далекий, плач тальянки по-есенински, грустный памятный мотив у Александра Твардовского, поэзия российских деревень в поэме «Гармонь» Александра Жарова. Гармошка в России не просто язычковый клавишно-пневматический инструмент, по традиции ни одна свадьба, ни проводы в армию, ни обычные народные гульяне без гармошки не обходилось. Отечественное производство звонкоголосого музыкального инструмента пошло из Тула, прямо по соседству с самоварами. Валерий Павлович, что это за инструмент? Это тульский? Тульская, любительская. Ребятки, смотрите, какие скрепки интересные. Ручной работа практически, можно сказать. Что здесь не так, что нужно доработать. Механика правая. Ну как, на любителя, но чтобы полегче играть было, надо с механикой поработать. Обратите внимание, друзья, вот левая клавиатура, видите, она чуть-чуть как бы вынесена наружу. Если в классическом варианте мы видим углубленную постановку левого клавиатура, то здесь она вынесена. Ну, не скажу, что это сказывается на игре, просто, конечно, практики мало. Но по тактильным ощущениям проблем как бы никаких нет. Под гармошку в России и плясали, и плакали. Переплясы и частушки, импровизации и наигрыши. Русская песня и гармонь, не разлей вода. Переборчик пошел. КОНЕЦ КОНЕЦ До недавнего времени я на самом деле считал, что гармонь это инструмент исключительно задорной техники, но посмотрите, какие серьёзные композиции можно на ней исполнять. КОНЕЦ Ну и, конечно, куда же на гармонии без цыганочки? КОНЕЦ Баян же, в отличие от гармонии, имеет полутона. Также он изготавливается с тремя рядами или с пятью рядами кнопок на правой клавиатуре. Подобная гамма нот позволяет играть очень сложные композиции, кроме того, баян имеет и более мягкое звучание. Звучит музыка Вот. Вот ведь можно же. Именно эти инструменты более других стимулировали патриотические чувства у огромного количества людей, усиливая их стремление сделать для победы максимально больше. Отличительная особенность гармонии и баяна проявилась в их транспортабельности и портативности. Инструменты легко приспосабливались к любым нестандартным условиям – землянках, блиндажах, кубриках и кают-компаниях кораблей, у костра в партизанском лесу, в окопах и даже траншеях. Минуточку. Друзья, именно с терочки я начинал свой путь в Москве, когда распрощался с двухрядной Тульской. Вот эта терочка… Поясните, почему именно за терочками? Из-за вот этой решетки. Вот, смотрите, друзья, вот эта решетка как будто… Да, как терочка. Как терочка, да. Не забыли? Да, пальцы-то помнят. Видали, ребята, целая коллекция древности. Вот это вообще уникальная гармонь. Рояльного типа. Да, 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 да. Крятки. Тульская терочка знаменитая. Да, вот это с двухрегистровая, это обычная. Ну, тут совсем такие древние. Это татарская гармонь. И вот, конечно же, мастер. Три четверти. Ну, вот это вот. Три четверти. А это у нас баян. Баян. Гордю. Вот это вообще самодельный. Огромный дебют. Дебют, дебют. Знакомая модель. Общался я с ней. Ну, и целый ряд гармоний. Ну, вот. Собственно, еще две штучки, с которыми просто можно познакомиться. Никогда не думал, что… Не то, что в глубинке. Почти рядом с Москвой будут такие мастера-умельцы, которые еще хранят, ну, и берегут эти инструменты. А это, друзья, полностью металлический корпус. Сейчас, наверное, таких и не сыскать по всей России матушке. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Как вы, вероятно, уже успели заметить, разница в звучании налицо. Но, кроме того, баян позволяет еще и играть очень сложные композиции, даже классику. Не верите? Смотрите далее. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Далеко за пределами нашей страны. Субтитры создавал DimaTorzok 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 Еще один музыкальный инструмент, который очень похож на баян, но правая клавиатура похожа на фортепиано. Что же это? Акккордеон Аккордеон Акккордеон Инструмент, знакомый каждому не только внешним видом, но и особенным звучанием, который может вызвать самые разные ассоциации и эмоции. Акккордеон пережил времена и гонений, и поклонений. Он представляет собой модернизированный вариант гармоники с хроматическим звукорядом. Как сказал Валерий Павлович, учиться играть на аккордеоне очень легко, но играть сложно. А вот на баяне, напротив, учиться играть сложно, а играть легко. Это связано с аппликатурой постановки пальцев во время игры в силу расположения клавиш. Но в умелых руках любой инструмент звучит просто шедеврально. Аккордеон 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 Аккордеон